Слава США А почему Карелия? Это глубинка. Москва, глубинка. Спасибо. Да, возьмите, пожалуйста, микрофон, потому что, чтобы все тоже слышали. Про выборы я хотел задать вопрос. Вот вы призываете голосовать. К сожалению, выборы пропонированы уже давно, и народ как бы правильно на них положил. А, как известно, дьявол прячется в мелочах. Существует совершенно идиотский закон о выборах, который позволяет жить 25 лет в таком положении. Поэтому я призываю вас как-то отвлекнуться и включить программу и так далее. Об изменении закона о выборах. Секундочку, я отвечу. Отвечу. Я в Киеве, Графалович, и всех законополицейских. Я вам сразу отвечу, потому что вы сами все что-то творите. Вообще как жить дальше? Ну, смотрите, человек нам говорит, выборы фигня, но вы измените закон о выборах. А кто закон-то меняет? Я это желаю вам, чтобы закон меняют те, кого избирают. Получается так, нам, товарищ Гэд, ребят, на выборы ходить не надо, закон у нас хреновый. Значит, если мы на эти выборы не придем, они-то придут. Они за себя проголосуют. Да тогда ваши хреновые законы будут не 25 лет, а 100. И самое главное, пожалуйста, не слушайте такого мнения. Такое мнение распространяет правительство. Оно говорит примерно так. Да все плохо. Да все депутаты одним миром вас. Да все они такие. Да не хотите. Сейчас администрация президента залудила еще одну вещь. В России на самом деле нет. Есть РФ, это организация зарегистрирована в Англии. А раз существует до сих пор СССР, на выборы тоже не хотите. Хватит. Это ерунда, понимаете. Это попытка удержать нас на диване и дома. А вам могу сказать, в Москве мы поставили себе задачу, которую мы выполнили. Мы поставили задачу брать на выборы в Московскую городскую думу лидера Единой России Метельского, который был 20 лет депутатом. Где он сейчас? Нигде. Все. И мы нас не расколаживаем. У меня сразу же в этой связи призыв был, товарищи. Да, один вопрос. Призыв. Посмотрите, у нас с вами, видите, сколько у нас, да? Вот так. У нас будут выборы у вас в этом году. Губернаторы Ленинградской области не переименовались. Возможно, после оставки правительства, они сделают досрочные выборы в Государственную думу. Не в 21-м году, как они положены, а в 20-м, чтобы взять нас врасплох, понимаете? Чтобы мы не смогли подготовиться. Смотрите, сколько у вас. От Ленинграда в Государственную думу идет 8 человек, от Ленинобласти 3. Если мы с вами все придем на избирательный участок наблюдателями всего лишь двумя, как мы это сделали в Москве, два всего, и не прошли они, ничего они не смогли сделать. Они сидели в туалетах, они звонили соперникам, говорят, что нам делать? Ну, нет, куда деться. Все равно мы победили. Поэтому у нас ячейка здесь огромная, 400 человек. Когда я здесь выступал в мае прошлого года, в этом же зале, зал был не совсем полный, ячейка у нас была 29 человек. Сейчас смотрите, сколько у нас. И мы с вами что? Мы свою страну сдадим, как нас призывают. Мы дома будем сидеть. В то время, как они будут приходить и свои законы, что ли, принимать. Не, не дождите, это все. Николай Николаевич, вопрос, прошу прощения, уж простите. Уточнение. Нужно ли убирать графу против всех? Нужно ли опять вернуть процент явки? Потому что это важный рычаг. Значит, вот это вопрос конкретный. Графа против всех, которая была на выборах, вы знаете, кстати, не на всех, на президентской, которая никогда не была, ее убрали. И правильно сделали, потому что что такое графа против всех? Это инфантильность, это детский сад, понимаете? Вы депутатом кого будете выбирать? Против всех? Вы же должны выбрать человека достойного, лучшего. Мы выдвинем этим кандидатом. Как я говорил, с вашей помощью, с помощью интернет-голосования, с помощью первичных выборов, чтобы вы видели, что вот этот человек, он будет делать то, что вы ему скажете. А что значит против всех? Ну что, у нас мы кого будем, губернатор Ленобласти, против всех, что ли, подвинять? Ну что за детский сад вообще? Конечно, это графу не должно быть. Минимальная явка была у нас, помните, да? На разных выборах разные регионы решали. То есть, ну предположим, пришло меньше 20% избирателей, выборы там объявлялись и несли. Я помню город Владивосток, там из-за этого, что не ходили избиратели, выборы проходили раз в пять, наверное, мэр. Друзья, а за чей счет они продают эти выборы? Не за наш? Нет. Ну это опять, вот мне люди говорят, да я там не пойду. Ну и что? А что от этого изменится? Вы понимаете, если бы мы не пришли, и от этого уже не стало как-то лучше. Вот смотрите, на президентских выборах, там был интересный у нас момент, который Путин убрал. Там явка была минимальная, сейчас ее тоже нет, 50% и, если избирателям приходило на выборы меньше 50%, выборы отменялись и проводились с другими кандидатами. Да, это интересно, правда? Таким образом, избиратели могли бы сказать, ну да, никто не нравится из них, мы не придем, и, соответственно, будет выбор с другими кандидатами. Друзья, но это все не избавляет нас от тяжкой работы по управлению страной. А управление страной, если мы хотим взять в руки эту страну, это выдвижение своих народных кандидатов и полное, безоговорочно их поддержка. Вот этими вещами, да не пойдут, да не будут. Ну, извините за такое выражение, это все, что ежа одним голым местом пугать, понимаете, вот это все.